Вот такой у нас здесь проход, проезд к школе 118. Пешеходы Новосиликатного возмущены. Для них здесь дороги нет. Да, полотно лежит. Но при такой узкой полосе людям приходится сходить с нее прямо в грязь. Здесь пройти невозможно лужи. Здесь у нас с машинами все заставлено. Особенно местные жители переживают за детей. По этой дороге они идут в школу. А некоторых младшеклассников иногда и не видно из-за капота. В этом месте благоустройство, наверное, с момента, как положили здесь асфальт. То есть это было очень-очень давно. Вот эти вот лужи, вот этот кусок тротуара, который перед центром находится. То есть здесь давным-давно уже не было никакого благоустройства конкретного, ни внутри дворового, ни вот этот проезд. В справедливости ради дорожное полотно отремонтировали в прошлом году. Но вот пешеходов, уточняет люди, совсем не учли. Оксана говорит, несмотря на ограничение скорости в 20 км в час, водители на этом участке ездят быстрее, забывая, что здесь ходят дети. В мэрии нам уточнили. Пешеходный переход в этом районе есть, чуть выше по улице. В этом году там появились искусственные неровности. А вот вопрос с тротуарами более далекий. Для строительства тротуара по улице Благовещенской необходима разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. Указанные работы возможно осуществить в рамках муниципальной программы развития дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы. В связи с ограниченным финансированием в текущем году средства на выполнение указанных работ не предусмотрены. Впрочем, весной 23-го добавляют в администрации, здесь должны обследовать улично-дорожную сеть и решить, включать ли дорожные объекты на Благовещенской улице в план ремонта. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.